Если в церкви нет младенцев, мы всегда жалуем, что в церкви слишком много младенцев, как-то доводилось говорить с пастором из церкви, такой старой, пережившейся гонями, как я мечтаю по временам Галини. В людях были только одни верные христиане, которые были готовы за свою веру стоять, идти до конца, которые вовремя приходили на служение, знали, когда встать, когда сесть, из какого песенника на какой странице открыть, на головах платочки, на бедрах юбки и так далее. Порядок был в церкви, а сейчас это вносятся как оглашенные молодежь, джинсы, барабаны, чего так они придумают, церковь позволит. Понятно, что управлять такой церковью проще было. Кстати, слово оглашенные очень правильно, человек не знал, что оно значит, но очень правильно подтвердил, потому что в древней церкви оглашенными назывались люди, которые готовятся к крещению. Которые еще не знают, как положено в церкви себя вести, поэтому говорят, ну что ты кричишь как оглашенный? То есть он оглашен, в смысле уже сказано, что когда будет его крещение, оглашено его имя во Христе новое. На Востоке есть такая поговорка, дом с детьми базар, дом без детей мазар, кладбище. Да, мазар по-узбекски, по-тюркски кладбище, а базар в рынок. Церковь с младенцами – это базар. Церковь без младенцев – это кладбище. Она потихонечку вымирает естественным путем, путем естественного умирания людей, либо путем постепенного исхода в землю обитованную Калифорнию. Вопрос в том, что церковь – это семья, в семье должно быть несколько поколений. И должны быть дети, которые, балуясь, учатся, как не балуются. То есть это единственный способ научить ребенка, как не баловаться, показать ему, что неправильно в том, что он делает. Должны быть люди, которые еще только учатся, должны быть верные, которые будут учиться. Вот четыре основные категории, с которыми мы с вами будем иметь дело. Эллины, иудеи, младенцы и верные. Если мы проводим аналогию с двигателем, то верные – это, собственно, цилиндры. Люди – это топливо в этих цилиндрах. И, собственно, верные – это те, кто придают движение цель. Те, кто ее направляют, те, кто ее ведут. Младенцы – это карбюратор. Я сам, небольшой специалист в автомобилях, мне объяснили, что карбюратор – это то, куда поступает топливо. Оно должно пройти обработку воздухом, смешаться, обогатиться воздухом, насытиться. Для того, чтобы оно могло уже быть впрыснуто в цилиндры и там производить эту самую работу. Если вы просто залезете в цилиндр топлива, бензин, то результата не будет никакого. Если недостаточно обогащено воздухом топливо, то копоти будет много, а мощности мало. Вот это вот карбюратор – это то, где младенцы. То есть, очень интересная, опять же, аналогия, что обработка воздухом и по-гречески обработка Духом Святым – это одно и то же. То есть, они проходят эту пневматическую обработку, доводятся до того насыщения, когда они только смогут, когда-нибудь. Вот нам то, что в перерыве рассказывали про бабушку, про женщину, которая ходила и Богу призывала, ни на один вопрос ответить не могла. Почему? Она пришла в церковь, она еще сама ничего не знает, а ей тоже сказали – идите и научите. Из Библии взято? Из Библии взято. Иисус так говорит – идите, научите. Ученикам, которых он сам учил, которым он пообещал, что, значит, даст им Духа Святого и прочее, прочее, прочее. У нас человек пришел, ага, покаялся – все, иди учи. А чему? Ну вот книжечку дашь или скажешь – ну чего не понимаете, сами простите, я тоже не понимаю. Иисус говорит – если вы хотите учить, как вы можете учить, если не учите сами? Для того, чтобы учить кого-то, нужно сначала самому учиться. Нужно пройти вот это насыщение, нужно дойти до состояния, когда Павел говорит – горе мне, если я не благовест. То есть младенец, который перепуганного, ты его толкаешь, значит, идти взрослым дядям, тетям что-то рассказывать, вот, это одно. Но когда человек зрелый, когда он понимает, что вот эта истина – это та истина, которая людям нужна, и они без нее погибают, его ж не удержишь. Он уже не сможет об этом не говорить, вот. И дальше младенцы падают, спотыкаются, разбивают коленки, вот. И представьте себе, ребенок только начал делать первые шаги, значит, и вдруг падает, и родитель тоже подходит, говорит – слушай, если еще раз упадешь, ты нам больше не сын. Мы тебя для чего родили? Чтобы ты был взрослым человеком. Вот и види себя, взрослый человек. Это же правда, родили его для того, чтобы был взрослым человеком, но он еще не может свести себя. Для этого нужно время. А? Ну, вы знаете, это индивидуально. Даже в физическом, в общем-то, развитии есть люди, которые до 50 лет все равно еще остаются младенцы. Вот. То же самое и в духовке. И мы понимаем, что это патология, что это неправильно, что так быть не должно. Вот. Но, вы знаете, зачастую руководство церкви не хочет, чтобы был кто-нибудь, кроме младенца. Вот. У нас брат переехал в другой город из нашей церкви, ну, нашим пресвитером, проведывал, учил. Ну, вот. Там он сказал, ну, ты же переехал в нашу церковь, вот пять лет ты должен походить, стать членом. Вот. И тогда какого-нибудь служения мы тебя допустим. Ничего. Вот. То есть, в такой церкви специально культивируется, потому что иначе там же пастор, который, ну, ему что-то кушать надо. Вот. И в итоге стать членом, вы знаете, что в большинстве мест у нас, стать членом поместной церкви гораздо труднее, чем стать членом тела Христова. Вы не видите здесь огромный парадокс? То есть, членом тела Христова он становится по благодати. А вот чтобы стать членом поместной церкви, тут нужен целый ряд, значит, условий, правил и прочее, прочее, прочее. Вот. Так что вот этот период младенчества, он бывает как внутренний человек, там, удерживает его что-то от роста. Например, если человек не развивается, не растет, значит, физически, то у него какая-то нарушение, какая-то проблема физическая. Когда человек не развивается, не растет духовно, у него может быть духовная проблема, какой-то грех, который он не хочет, от которого он не хочет избавиться. Что-то его запинает на этом пути. Вот. Но так или иначе, в нормальной растущей церкви должны быть и младенцы, и верные. Иначе откуда верные будут браться? Если не будет младенцев. Сами по себе верные могут только исчезать. Появляться они сами по себе не могут. Вот. И чтобы нам разобраться с этими, значит, дальше, значит, иудеи – это бензобак. Это то, откуда это топливо может черпаться, чтобы попадать в карбюратор. Но тут уже нужны усилия. Царство Божье теперь усилием берется. Давление, которое засасывает топливо в карбюратор или прочее. Вот. Ну, а эллины – это ископаемые ресурсы, которые еще надо искать, обогащать, транспортировать и так далее. Вот такая вот аналогия может более-менее помочь нам в понимании того же, что же произошло в нашей стране. И в связи с этим лучше понимать то, о чем учат Библии относительно стратегии благовестий. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok